итак я в прямом эфире в инстаграме а в ю тубе у меня не совсем получается поэтому прямой эфир будет только на инсте а в youtube значит если получится мне сохранить видео запись значит выложим в youtube то что у нас получится так ставьте мне лайки пожалуйста как обычно ставьте лайки ставьте плюсик если хорошо слышно и видно потому что в последнее время ну видели все до что инстой что-то было что-то происходило здравствуйте юля привет привет с ютубом наверное мне придется попробовать поразбираться как-нибудь как-нибудь одной без вас да потому что теряем время итак сегодня тема сейчас я здесь поправлю все что было красиво ровно сегодня тема которую я заявляла это жесткость в бизнесе некоторые некоторые там уже стебали меня 50 от те 51 оттенок жесткого да вот это все вот но да почему я решила поднять эту тему и я знаю что эта тема для вас важно и очень интересно потому что многие мне во первых задают вопросы на тему а что делать когда поставщики прогибают по срокам или а что делать если работники не делают то что должны делать а у них постоянно ага я фиксирую спасибо большое прикрепить комментарий спасибо спасибо я закрепила ваш коммент обозначила нашу тему дальше какие вопросы еще бывают да вопросы бывают а что делать если родственники не верят в меня и в мой бизнес а что делать а что делать а что делать когда руки опускаются и так далее и это все тема про жесткость и это все тема про то как вы решили делать делать или не делать да и вопрос к эфиру один из вопросов к эфиру был сейчас вспомню юля внешне вы похожи на жесткого человека и скажите это это специально вы такая такой хотите казаться быть потому что вы занимаетесь бизнесом да или это потому что вы такая по характеру я не буду про себя рассказывать ну возможно немножко там через свою призму да я буду рассказывать я один раз прогорел и чуть не прогорел из-за сотрудников да да немножко через свой опыт я буду немножко касаться да но эфир как всегда не про меня а про вас потому что я понимаю что вам всем все таки ну про меня если интересно то совсем немножко так вот поставьте пожалуйста плюс для кого жесткость и жестокость это одно и то же поставьте плюс и поставьте минус те кто видит разницу между жесткостью и жестокостью поставьте пожалуйста как вам кажется как вам кажется если здесь разница между жесткостью и жестокостью касаемо минусы супер 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 я знала что вы так ответите а сейчас ответьте пожалуйста вот до этого вопроса когда нибудь вы задавались этим вопросом и когда-нибудь не было ли такого чтобы вы проводили параллели между когда вы видели человека жесткого целеустремленного и не бывало ли у вас такого что вам кажется что он в жизни такой он в жизни жестокий скорее всего это если мужчина то это редкостный там негодяй и вообще козел а если это женщина то это сука и стерва поставьте единичку кому так казалось вот ну может быть когда-то такое было поставьте единичку если так казалось когда-нибудь было я знаю что у большинства было особенно те у кого либо бизнес в самом начале ну только начинаете до либо вы единичка спасибо большое за честность я очень рада честно скажу очень рада что у меня получается вот через мою честность да когда я с вами честно я вижу что и вы со мной открыты нет вот этой игры в нас идеальных супер ну считаю что моя заслуга когда мне было 20 лет путала так ага нет сама такие многие думают что я жесткая единичка единичка супер и сейчас без вопросов просто жесткость это почти стервоза да было уже давно в женщинах всегда видят стерву если она сделала себя и раньше было а сейчас еще один такой вопрос для подумать можно не отвечать просто для подумать вот правда ли что большинству ставьте лайки кстати чтобы охватывался эфир потому что день пятница да и так далее бывало ли когда-нибудь что вам хотелось чуть смягчиться если вам приходилось где-то чуть поджестить поднапрячься да бывало ли когда-нибудь чтобы что вам казалось надо быть чуть помягче потому что про меня будут думать плохо причем когда речь не про работу вернее не про взаимоотношения с сотрудником например да а в других каких-то аспектах не обязательно в жизни да ну имеется ввиду не обязательно в работе не обязательно в бытовом там взаимоотношениях с детьми там с родителями допустим а допустим вот что допустим вы пригоняете машину на и 100 сейчас вот у меня вот эта проблема да и вы пригоняете и вас начинают там разводить на дополнительные какие-то услуги или еще и тебе неудобно сказать что я не хочу за это платить да или ладно когда речь не про деньги а когда тебе говорят там слушай возьми ребенка там на три дня ну мне надо да и ты такая сидишь вроде тебе не хочется но если откажешь будешь сукой до берешь ребенка чужого там на 3 там на какое-то время и думаешь зачем если у меня были другие планы да мои дети здоровые он с соплями и вот и что мне вот да я уверена что у большинства так бывает да и очень часто думаю что надо быть жестче какая-то и мягко мягко смайлики тело и да у каждого свое конечно кто-то говорит что мне нужно же быть по ну чуть пожестче чуть более ну более держать свою линию до было много раз есть такие при приставать и сложно сказать нет мягкость моя проблема есть такое вот у кого-то проблема в том что недостаточно а у кого-то есть проблема что уже выстроена вот это вот прямолинейность до достигаторство какое-то но очень рады за себя когда удается быть сукой комментарий классный а да вижу что на ей иногда осознанно идешь делать это блин прямо в бой часто мне племянников оставляет на выходные а мне рисовать надо выполнять заказы да нет когда стала своим делом заниматься и другие в других сферах научилась держать удар построже хочется бы да мне пришлось в отношениях с мужем чуть жестче что воспринимал меня всерьез сработала ну такая себе история с мужем да можно можно немножко попутать берега причем не про то что он будет недоволен а он будет доволен но в отношениях легко женщине можно стать мамой в отношениях с мужчиной и это разбивает уничтожает сексуальную сферу это уничтожает вот это слетает вот этот флер восхищения своим мужчины и так далее и так далее и ну когда ты мама то ты мама я научилась вежливо отказывать еду клиенту думаю возьму энную сумму часто жалею человека говорю меньше зачем подсчитываю выхлоп и думаю ну лошара так умею отказывать привет я с такой фигней справилась слава небесам спасибо ага а потом муж самка богомола зовет у меня так да привет привет к чему я вас веду я веду к тому что мы часто путаем вот мне на часто сейчас полминуты про себя мне часто в комментах особенно новые люди которые меня не знают пишут такая жесткая я отписываюсь фу такая резкая вот так и слишком прямолинейная я отписываюсь от тебя да и потом когда я еще говорю ну как бы до отписывайтесь но не надо я не буду подстраиваться под интересы людей которые пришли я подстраиваюсь я подстраиваюсь естественно да я подстраиваюсь под интересы которым я нужна вот в таком качестве да не в качестве хорошие девушки доброй женщины милого блогера и так далее я подстраиваюсь под интересы моей целевой аудитории опять же мы вернулись к бизнесу так пониманию целевой аудитории я нацеливаюсь в тех кто мне нужен они в тех кто пришел да то есть я себя пилю под тех кто мне нужен для меня они я пилю себя под тех кто ко мне почему-то пришел да и те кому я не нужна вот в таком качестве в качестве коммерса в качестве девушки которая зарабатывает ну или женщины до мне 38 тут можно уже не выпендриваться называть себя девушкой а ну пожалуй я еще буду называть иногда себя девушками так приятнее вот кто-то говорит что прямолинейность меня и притянула вот а кого-то отталкивает да и очевидно что моя аудитория это не те кому нужны вот эти игры в розовые очки те кому нужны пока еще игры в розовые очки я могу стать такой да ну че почему мне не сыграть там один раз в неделю всего лишь один час не рассказать что вы вы похожи на мэри поппинс почему ведь можно же вполне себе исполнить какую-то роль до час в неделю как бы это не так сложно женщины постоянно исполняют какие-то роли но нужно ли это мне мне это не нужно поехали сейчас дальше и мы часто путаем что жесткость это противопоставление доброте поставьте плюс кто опять возможно об этом даже не задумывался но сейчас когда анализирует говорят что до жесткость для меня было или есть это противопоставление доброте поставьте пожалуйста плюс а я пока читаю очень классные комменты я прям до жесткость противопоставление доброте у многих так нет кто-то говорит нет опять же это такой вопрос вовнутрь многие многие путают это понятие до что если ты где-то жестишь и если ты где-то догибаешь свою линию значит ты не добрый человек для меня нет да для многих нет да для многих нет и это ну и это правда но для многих все еще да особенно для наших родственников для людей которые не связаны где-то с каким-то с менеджментом да с управлением для людей которые к бизнесу имеет такое очень очень никакое отношение доброта и жесткость может быть в одном человеке если ты строгий может быть добрым есть строгость добрая для меня нет для окружения часто до говорят ты злая а я просто прямая да большинство так думает масса для меня нет вот и понимаете есть вот люди действительно путают два понятия жесткость и жестокость и хочется и и путают и что жесткость это не противопоставление доброте и да действительно можно быть жестким и добрым в то же время и еще вот я могу сказать что я вообще добрый человек да вообще отзывчивая меня прогнуть на все что угодно очень легко в прям очень легко и точно также меня и мои сотрудники гнули да и поставщики меня гнули и семья влияла очень многое очень многое было вот у меня не получалось из-за того что я не умела не умела отстаивать свои границы и потом было время когда я задумалась да вот об этом до жесткости потому что чуть позже расскажу о жесткости а доброте и где-то я услышала классную фразу да я добрая но я не добренькая и вот с тех пор у меня просто щелк переключилась да да я добрая но я не добренькая и я поняла что вот да я добрая но я не добренькая и прям во мне вот этой вот добренькой не было никогда но я добрая да то есть я отзывчивая и в то же время я жесткая. Вот я прям долго с этой фразой ходила, я ее прям носила, и я прям носила и проживала ее. Работу, надо разделять работу и личные отношения, естественно, естественно. Первый мой муж офицер, и он из офицерской семьи, и вот я про это подумала, да, вот эту фразу я услышала еще когда была замужем за ним, и я подумала, да, что, ну вот, мой муж это мой муж, да, он офицер, но у него есть папа, который еще из тех офицеров из советских времен, и вот насчет путать кто ты на работе и кто ты в отношениях, в отношениях вообще с другими людьми, я подумала, вот я про это тоже думала, да, жесткость, доброта, у меня вот раздрай был, в то время не было психологов, коучей, не было книг по саморазвитию, было, но их было совсем мало, это было, вот эти вот переводные зарубежные литературы не адаптированы абсолютно, и я про него подумала, ведь на службе папа, моего мужа, офицер-летчик, да, но ведь он приходит домой, дома никто не ходит строем, дома у него есть дети, дома у него есть жена, любимая собака, и он дома папа и муж, а на службе он офицер, и вот там все ходят строем, да, и мне пришлось тоже учиться когда-то, мне пришлось учиться не приходить с работы домой такой же, да, не приходить с работы домой и не контролировать, не просить отчетов, не пытаться научить детей быть не детьми, а взрослыми людьми или удобным каким-то интерьерным там предметом, да, мне пришлось этому учиться, я долго этому училась, но эфир не про это, добренько это наигранно, а внутренняя доброта может быть и в строгости, и в радости, и так далее, часто доброту воспринимают за слабость, да, жесткость, жесткость это твердость, с жестокостью конечно, конечно это не связано, тема очень интересная, никогда не думала, что важно быть жесткой, если взять учителей от Бога, они знают четкие границы, жесткие при этом они добрые и любят детей, да, я про это тоже когда-то прошло время, и я вспомнила, стала вспоминать свою учебу, да, надо сказать, что я пошла учиться, когда я первое образование у маркетолога получала, я пошла туда не потому что я мечтала, а ну потому что пошла, да, как многие из нас, я пошла потому что первый вуз я бросила, и вот во второй, мама прям очень переживала, что ничего из меня не получится, короче меня воткнули, так по-настоящему, я поступала сама, но у меня туда просто привезли, меня поступили, я уехала, мне было пофига, я ехала домой, мне пофиг, мне девки мои спрашивали, так ты поступила, я говорю, мне пофиг вообще, вот, и я стала вспоминать, меня затянуло, мне было интересно, правда, у меня были очень крутые преподаватели, были разные, как у всех, и я сейчас только стала вспоминать, и каково из учителей я помню до сих пор имена, я помню, и я хочу с ними встретиться, это вот эти жесткие учителя, которые требовали, у которых невозможно было что-то не знать, причем не в страхе, они держали нас не в страхе, они держали нас в уважительных, вот, в уважительном отношении и в рамках, да, вы ученики, я учитель, и именно эти предметы, вот этих преподавателей я помню, да, я до сих пор помню товароведение продов, я не помню товароведение не продов, но, ну, потому что их не помню, потому что там был другого уровня педагог, да, я помню проды, я помню маркетинг весь, я помню АХД, я помню философию, я помню экономическую теорию, вот я все это помню, да. Есть вещи, о которых я не помню, даже не помню, кто там преподавал, но на этих предметах было легко обучаться. Мы просто приходили, они были добренькими, нам ставили зачеты и какие-то там баллы, просто за то, что мы приходили, просто за то, что мы там, я не знаю, там, сварили яйца, я помню, мы сварили 100 яиц, там, для какого-то огромного оливье кому-то, вот мы в общаге сварили 100 яиц, нам поставили за это зачетку зачет. Вот, этих педагогов я не помню и у меня не осталось ничего, я сожалею, что некоторые предметы я до сих пор я не знаю, ну, потому что были добренькие педагоги. Вот, это вот касаемо этого комментария классного, спасибо за коммент. Мне близка фраза, кто везет, на том и едут. Я не даю на себе ехать, поэтому для кого-то злая. Ах, это я при входе под Шумилин, да, все помню. Вот, люди помнят, прекрасно, прекрасно. Дальше. Был вопрос к эфиру, да, был вопрос к эфиру, и я вообще с этой темой в том числе хотела выйти, да. Почему жесткость, это хорошо? Почему в бизнесе жесткость, это хорошо? Потому что жесткость, это всегда, да, моя Русича, сейчас я закончу, жесткость, это всегда про решение и прорешимость, прорешение и решимость. Очень часто и решение есть, но решимости, решительности недостаточно. Коммерсу и вообще человеку, который хочет хоть чего-то достичь, хоть что-то сделать, решение есть, но решимости и решительности нету. И когда у тебя есть решение, да, то вот этой ситуации, а что мне делать, когда меня не поддерживают родственники, она, она просто даже не поднимается, этот вопрос. Да, меня не поддерживают родственники, и тем не менее я делаю то, что я решила, и то, на что у меня хватает энергии, да, и я иду и делаю то, что я решила, решила. Кого сбивает с толку что-то, вот смотрите, я сейчас приведу варианты, а вы напишите просто, а я помню всех преподов, может быть, мало времени еще прошло, или мало вот этих, мало у меня просто было три учебных заведения, ну, кроме школы, после школы я имею в виду, и поэтому у меня немножко уже сколько лет прошло, получается, да, страшно вспоминать, сколько лет прошло, не верится, немножко уже так смесь, как-то смешались кони и люди, да, предметы и преподы. Напишите, пожалуйста, о, у меня так никто не верит, мне пофиг, да, да, это про решимость, ну, не веришь, ну, да, это твое право, да, я занимаюсь своим делом. Вот смотрите, бывают ситуации, что что-то в жизни, не в жизни, хотя давайте вообще про жизнь, да, ведь все, жизнь это бизнес, бизнес это жизнь в том числе, кто разделяет жизнь и бизнес, обычно здесь не про бизнес речь идет, а про какую-то работу, да, потому что все, кто, все, у кого его бизнес это бизнес, он этим бизнесом живет, вот не знаю, к сожалению или к счастью, но это так, вот это неразделимое понятие, да, жизнь и бизнес, некоторые говорят, слушай, а ты живешь-то когда, а я так живу, я вот живу с бизнесом в бизнесе, и мои дети в моем бизнесе в том числе, не то, что работают, но они о нем все знают, потому что я живу бизнесом, да, и поэтому любым, вот чем бы я ни занималась, я этим живу, это я про себя, и все коммерсы вот успешных, кого я вспоминаю, я понимаю, что они тоже живут так, они живут своим бизнесом, это неразделимое понятие, коммерс, да, он ждет тоже отдыха, море, он тоже ждет выходных, чтобы там что-то, допустим, как-то сбросить, ослабить нагрузку, но тем не менее, даже во время отдыха, у коммерса нету такого, все, я пошел спать, да, я здесь купаюсь, здесь я пью, жру, и бизнес все равно, что-то происходит, хотя бы в обдумывается, какие-то расстановки, возможно, коммерс отпускает что-то, потому что приходит понимание, что когда ты отпускаешь, приходит решение, потому что когда ты прям ждешь, 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 ищешь это решение, решение может не прийти, вот ты в каких-то как в шорох, да, вот, у кого бывает, что с толку сбивает, или мешает, например, какие-то собственные сомнения, да, вот бывает, вроде как ты и решил, вроде как и решительность есть, но что-то, ищешь какую-то информацию, каждый раз задумываешься, а то ли я делаю, а правильно ли я это делаю, да, а вообще я вот тем, чем надо занимаюсь, или охрене какой-то занимаюсь, да, или, допустим, вот те же родственники говорят, да что ты ерунтой ты занимаешься, да иди ты уже в найм, как все нормальные люди, да будет нормальная пенсия, понятная, да, да ты сможешь приходить домой в 6 часов вечера, и вообще нормальные котлеты печь, а не сидеть в этом компьютере своем до ночи, да, и так далее, и так далее, а еще бывает, что друзья не верят, у меня много, кстати, таких, особенно, вот когда я стала брать курсы, да, курсы вести, много приходят предпринимателей, которые вот в самом-сам, в начале, в самом начале, они знаете, что говорят, говорят, а со мной друзья перестали общаться, когда я стала что-то делать, и у меня стало получаться, друзья перестали общаться, просто они сказали, у меня так же было, ты стала какая-то другая, вот раньше ты была нормальная, и я спрашивала, а какая я сейчас, мне же страшно, потому что я боялась стать другой, я боялась стать, вот знаете, кем такой, базарной бабой, вот поставьте плюс, кто боится стать базарной бабой, и кстати, нами манипулируют, очень много в инстаграме, нами манипулируют, именно вот этим, что это не рынок, вы в инстаграме, это же не рынок, здесь все по-другому, здесь продажа по-другому, нет, блин, это такой же рынок, только онлайн, это рынок онлайн, люди сюда приходят и выбирают, точно так же, И я боялась стать базарной бабой, потому что я помню вот в 90-х вот эти женщины с осипшим голосом, с красным носом, с распухшими глазами, неопрятные, неухоженные, просто потому что они таскают товар туда-сюда, и на этом рынке надо этот товар продавать, успевать, да. И вот я очень боялась стать такой, я прям безумно боялась стать такой. И я спрашивала у подруг, когда они мне говорили, ты стала какой-то другой, ну нам с тобой некомфортно, ты стала другой. Я спросила, какой, потому что я былась, неужели я стала базарной бабой, неужели я стала базарной бабой. И нет, они мне стали говорить про другое, что мы... С тобой стало дискомфортно. Потом мне стали говорить, с тобой стало дискомфортно. А дискомфортно почему? Потому что, понимаете, я сегодня про это тоже, кстати, вот подумала. Про отношения в семье так иногда бывает, что приходится расставаться, потому что ты чуть растешь, ну, можно расти по-разному, да, вверх, в сторону, как-то все, мы развиваемся, да, но когда у вас не сходятся ценности, когда ты думаешь о том, что ты хочешь там условно написать книгу-бестселлер, а твоя жена думает о том, что из чего сегодня печь котлеты куриные или говяжьи, и она к тебе лезет с этим, а ты сидишь и думаешь про что-то для тебя, казалось бы, великое, а для нее великое сейчас это котлеты. Она не думает твоими категориями, она даже не может на эту волну настроиться, потому что ей это хрень, это какая-то сраная книга, важнее котлеты. А ты сидишь, и тебя это раздражает, когда к тебе лезут с этим, отстань, отстань от меня со своей котлетой, мне пофиг, из чего ты приготовишь свои котлеты, да, дай мне мое пространство, мое время, мне, потому что это сложный мыслительный процесс. Точно так же с друзьями, когда друзья говорят, ты стала не такой, ты стала слишком деловой, просто, они думают о котлетах, и они с тобой пытаются говорить о котлетах, о которых вы говорили там год назад или семь лет назад, а ты про котлеты даже не задумываешься, да, потому что ты знаешь, что если я хочу котлеты, я в принципе могу позволить, могу не заморачиваться, да, или мне плевать, потому что это всего лишь котлеты есть более существенные вещи. Очень многие, очень многие, поставьте плюс, кто не может, особенно если прошло там 10 лет после выпуска школы или универа, не хочется ехать навстречу, потому что ты понимаешь, что зачем, вот не о чем, вот не о чем. Некоторые причем не хотят ехать навстречу, потому что похвастаться не о чем, ну, потому что все эти встречи организованы для того, лишь чтобы хвастаться, да, некоторые не хотят ехать, потому что не о чем похвастаться, некоторые обязательно едут, потому что все эти 10 лет упарывали, чтобы было чем наконец-то похвастаться перед этими суками, да? Которые там чморели меня в школе, допустим. А некоторые не хотят ехать, потому что уже ты, ну, для тебя вот все, чего ты достиг уже норм, да? Уже уже нормально, это обыденность. Да, шуба, мужа, лимузин, да, да. То есть ты уже смотришь на эти шубы, на эти, на этого мужа, или, я не знаю, там на свои, там, вот на свои сумки, майбахи и так далее, смотришь, как, ну, я с этим живу, для меня это обыденность. Да, понятно, я там прорисуюсь, приеду, да, понятно, никто не скажет, браво, ты молодец, все скажут, ну, сука, насосала, да, или удачно женился, все, мы про тебя знаем, конечно же, ты как был ничтожеством, так и останешься, да? Но дальше, что вот после этого хвастовства, а вот дальше что, да? Вот, к чему я это вела? К чему я вела? Про мнение извне все-таки, да? Когда нас сбивает окружение, когда мы боимся потерять свое окружение, окружение не понимает, окружение уже не принимает, вот то, да? А до своего окружения, куда ты метишь, ты еще не дорос, и страшно, и понимаешь, вот девушка написала сомнение и страхи, да? И ты понимаешь, что туда дорасти, блин, трудно, вот вырасти туда, вот в это окружение трудно, ты уже проделал колоссальную работу, тяжелейшую работу, да? И у тебя постоянно вариант, выбор, идти вверх, вперед, или вернуться к своим, там просто, там все понятно, ты уже самый крутой, здесь ты уже самый крутой, а когда ты примкнешь вот сюда, тебе еще нужно будет доказывать, что ты не дно, что ты там не лошара, как кто-то написал, да? Постоянный выбор, что тебе делать? И вот это бывает еще одна вот такая, еще один момент сомнения, да? Плюс, что еще может сбить с толку из вот с этой решимости, решения, решительности, двигаться и достигать? Партнеры, партнеры по бизнесу, партнеры там, не знаю, по жизни, поставщики и работники. Вот здесь во всех этих отношениях необходима жесткость, да, не про жестокость, не про упрямство, а именно жесткость, решение делать, решение выполнять, решение достигать. Когда я говорю про бизнес, да, почему меня возмущают вот эти вот надо жить, там, делать то, что ты, то, о чем ты мечтал, там с детства, вот почему сейчас не про это тема, да? Очень часто стыдно людям признаться, не знаю почему, что его бизнес, это всего лишь инструмент достижения каких-то личных проблем, не проблем, а личных проблем, боже упаси, личных задач и целей. Бизнес, это нормально, когда мы создаем и организовываем бизнес для того, чтобы достичь своих личных каких-то целей. Элементарно купить дом, элементарно купить там ту машину, элементарно поставить сиськи, вот элементарных каких-то вещей, да, хочется и кажется нам кто-то внушил и внушает до сих пор, что бизнес, это должно быть что-то такое бомбическое, а когда ты просто организовываешь бизнес для того, чтобы зарабатывать деньги, это фу, это дно, так уже не работает, да, нужно вот это вот что-то глобальное, а ты не можешь даже подумать про глобальное, про какую-то миссию, потому что ты тупо хочешь закрыть кредиты, ты тупо хочешь, блин, значит, есть то, что ты хочешь есть, а не то, что у тебя получается, да, ты хочешь отдыхать там, где ты хочешь отдыхать, а не там, где у тебя, ну, где ты можешь себе позволить всего лишь, да, и ты хочешь элементарно носить ту одежду, которую ты хотел бы носить, а не вот то, что получилось купить, и вот это стыдно людям сказать, стыдно про себя сказать такое, что да, я организовываю свое дело для того, чтобы достигать своих личных задач, личных целей, про это стыдно сказать, а хочется всем говорить, я строю дома для того, чтобы люди жили в прекрасных домах, сука, ты их из щитка ставишь, какие нафиг прекрасные дома мечты, если это дома из щитка, да, ты зарабатываешь на этом деньги, признайся себе, и признайся себе, в первую очередь, себе, не надо никому ничего доказывать, когда ты внутрь себя, вот, поселишь вот это знание и понимание, Юля, ну, бизнес ради сисек точно дно, нет, не дно, можно также утверждать, что бизнес ради сумок это дно, или можно утверждать, что бизнес ради хорошего парфюма это дно, нет, бизнес прикрытый идеей, да, который не получается, когда ты не понимаешь, ради чего большего ты этим занимаешься, когда ты просто занимаешься, потому что, а реально ты делаешь, а реально у тебя, ты хочешь сделать себе сиськи, ты всю жизнь мечтаешь, да, живешь с нулевым размером, и ты мечтаешь, что ты понимаешь, что у меня, я не могу достать 10 тысяч долларов, чтобы поставить себе сиськи, да, а вот дно брать кредит на это, хотя у каждого свои, свои какие-то, бизнес, потому что не хочу работать в найме больше никогда просто, возможно, люблю деньги, хочу деньги, хочу денег, не дно, конечно, не дно, не дно, вот у меня, понимаете, у каждого свое дно и свой потолок, кому-то хочется, не знаю, там, переехать на Манхэттен, а кому-то хочется просто починить крышу, чтоб не текло, и для кого-то это потолок, и это нормально, и каждый занимается чем-то своим, и вот стыдного вообще ничего нет в том, что ты занимаешься чем-то для того, чтобы достичь, ведь когда человек ходит там на работу, я не знаю, мыть полы, он же ходит не потому, что его мечта мыть полы и сделать мир чище, а потому что ему деньги нужны, и вот здесь нам не стыдно сказать, что да, я мою полы, ну, потому что мне нужны бабки, а сказать, что я, не знаю, там, пеку торты, да, запустил там пекарню, ну, потому что я хочу сиськи поставить, потому что я хочу там, ну, ухаживать за собой, чтобы выглядеть долго, хорошо, и тогда вот про это стыдно сказать, это не стыдно, это точно так же, и вот, и вот это про общественное мнение, про мнение окружающих, даже не близких, а про мнение окружающих, да, что про меня скажут люди, если я скажу, что я занялась бизнесом, а когда-то у меня в том числе была цель поставить сиськи, да, благо я, ну, я повзрослела, да, я поняла, что не сиськи надо ставить, а ведь мозг надо ставить, вот, про это было стыдно сказать кому-то, ну, вообще стыдно было про это сказать, мне не стыдно сказать, что я просто хочу высокого достатка, фантазировать, про великую миссию, порой приуменьшаешь свои достижения, чтобы окружающие не обсуждали, и не разочаровывались, не сглазили, так сказать, не важно для себя, внутрь, для себя, вот это понимание, ради чего большего ты решил, и ты действуешь, вот, что такое жесткость, жесткость это решение что-то делать, ведь смотрите, собственное сомнение, как нас сбивают, и попу в порше, да, как нас сбивают окружающие, и как мы сами себя сбиваем, когда ты, когда ты думаешь про то, что, ну, ну, давайте сиськи не знаю, нужно ли так говорить, потому что я в ютуб, ну, раз мы начали про это говорить, давайте продолжим, когда ты, условно, не знаю, давайте как-то нам назвать, да, чтобы не про сиськи говорить, и не про текущий потолок, у тебя есть твоя задача, допустим, ты хочешь жить в домике в Польше, ты хочешь домик в Польше, класс, домик в Польше, и попу в Порше, супер, у тебя есть личная цель, домик в Польше, и попа в Порше, когда ты понимаешь, что я вот это все делаю для того, чтобы домик в Польше и попа в Порше, да, тогда ты решаешь, я буду делать, я буду действовать, да, вот здесь необходимо жесткое отношение не только к окружающим, и не в первую очередь к окружающим, а в первую очередь к себе, к своим вот этим сомнениям, да, к своим, к своим вот этим, мне себя жалко, а я посплю немножко, один из критериев, что у тебя нету вот этого вот домика в Польше, в мозгу перед тобой, да, вот нету понимания, ради чего большего, это когда ты позволяешь себе спать, тупить там в телефон, общаться с никчемными людьми, смотреть тупые телепередачи, смотреть все ролики в Ютубе, да, у тебя нет задачи, тебе не жалко времени, у тебя нет ради чего большего, вот когда у тебя есть ради чего большего, ты жестко обрубаешь никчемных людей, никчемные ролики, никчемные передачи, никчемные сплетни по телефону и так далее, потому что ты понимаешь, что вот каждая единица времени, просранная на всю эту хрень, она тебя не приблизила, а ты остался здесь же, и вот здесь вот эта жесткость, она нужна, и тогда ты свой пост будешь писать не для всех тех, кто пришел и которые скажут, какая она классная, а только для тех, кто тебе помогает подвинуться к твоему вот этому ради чего большего, тогда ты пост пишешь не для сучки Машки, которая в детстве тебя унижала, и не для нынешней бывшего, и не для там всех, кто у тебя в подписчиках, а пишешь для своей целевой аудитории, потому что и ты каждую единицу своего времени, каждую единицу коммуникаций оцениваешь, она тебя на шаг ближе делает, или она тебя не делает на этот шаг ближе, и тогда у тебя не возникает вопросов, что про меня подумают люди, плевать, у меня есть ради чего большего, и я готов быть без вот этого огромного окружения, я готов двигаться, да, тяжело, да, трудно, один, пока еще, отказаться от всего, от всех, никчемных людей, я не говорю про родных, близких, любимых, да, у нас все это есть, про любимые книги, про любимый отдых, это опять же то, что двигает, да, когда ты оцениваешь, я сейчас дочкой там, не знаю, пообнимаюсь, полежу, это двигает или не двигает, да, это двигает, потому что я отдыхаю, потому что я кайфую, потому что я напитываюсь новой энергией, да, и зарядом, и это сделает, то есть в том числе я получаю удовольствие, я отдыхаю, потому что любой машине нужен отдых, да, любой боевой единице Нужен отдых, нужна очистка, нужна смазка, то есть нужно себя смазать, нужно себя дать отдохнуть, перебрать движок, мозги и так далее, чтобы двигаться дальше. Да, остался здесь же, возможно не откатывает назад, но вполне возможно, что ты задерживаешься на одном и том же месте. И именно вот здесь у тебя от понимания вот этого ради чего большего и оценки каждого твоего шага двигает или не двигает, ты расцениваешь и ты смотришь, поставщик срывает срок. Да, и кто-то у меня спрашивал, что делать, отказываться? Да, отказываться, потому что ты остаешься на том же месте, а возможно откатываешься, тебе еще нужно будет те же усилия проделать. Да, отказываться от этого поставщика, искать другого и пофигу, что ты с ним с самого начала и что когда-то он в самом твоем начале давал тебе отсрочки. Работник, если твой работник опускает тебя, вот именно ты делаешь шаг, а он тебя тащит назад, да, отказываться от этого работника, потому что твой бизнес ты создаешь для достижения своих собственных целей личных, а не для своих работников. Да, ты бизнес создаешь не для того, чтобы, а твои работники должны приходить к тебе в твой бизнес, чтобы достигать своих целей и ты тоже это должен понимать, что твои работники приходят к тебе, как кто-то написал продажник должен жить продажами. Нет, продажник живет своим достижением целей, дай ему возможность у тебя в твоем бизнесе достигать своих целей и он к тебе приходит, зарабатывает деньги и еще что-то, да, еще что-то, вот это вот моральное удовлетворение, помоги ему, помоги ему и тогда работник у тебя раскроется. Но если работник работает в ущерб, работает в убыток или не работает, с ним нужно спокойно прощаться. И это не про жестокость, а это вот про эту жесткость, и это не про доброту или недоброту, а это про то, что ты знаешь, что ты делаешь. Потому что есть команда, допустим, да, которые идут туда, а кто-то один не идет, нужно ему помочь освободиться от этого алчного кружка, да, нужно помогать людям выходить из алчных кружков, где им некомфортно. И именно здесь, вот здесь точно так же и с клиентами будет происходить, да, именно здесь ты отсечешь клиентов, которые не дают, не ведут тебя туда, да, очень часто мы тратим очень много времени и сил на клиента, который, ну, который ни о чем. Но здесь уже речь идет про цифры, здесь речь идет уже про цифры, про контроль, про учет, и вот здесь что контролировать, что контролировать, как правильно контролировать, да, что делать и как делать, и что не делать. Вот это очень важно, многие забывают, что не делать, вот что не делать, важнее очень часто знать, чем знать, что делать. Вот здесь уже нужна какая-то система понимания, что делать, куда дальше двигаться. У нас сейчас школа менеджера уже сегодня прошла неделя, мы запускаем только до понедельника, после понедельника мы закрываем двери школы, потому что дальше уже идет жесть, уже жесть контент, жесть объемы. Сегодня на школе менеджера, на нашем занятии онлайне, на практическом, вопрос очень классный был, девушка говорит, Юля, я говорю, какие параметры замерять надо, для того, чтобы понимать, ты эффективно работаешь или неэффективно, и своему работодателю отдавать вот эту информацию, ты эффективен или ты неэффективен как менеджер. И мне девушка говорит, Юля, ну вы же в курсе, что не все замеряют эти показатели, некоторые собственники вообще не знают, что надо, они говорят, вот тебе отдел продаж, вот тебе товар продавай, мне надо максимум выручки, прибыли. И, блин, да, очень многие собственники вообще не знают, у них есть ради чего большего, но у них нет вот этой вот пошаговой прописанной, да, потому что туда ты не дойдешь, если у тебя не будет расписано пошагово, если у тебя не будут расписаны цифры, не цифры заработков, потому что цифры заработков недостаточно. А как, да, через какие показатели ты к этим цифрам будешь идти, если речь идет там про, ну я не знаю, про домик в Польше и жопа в Порше. Нету у собственников понимания, что нужно контролировать и главное, как это контролировать. И, блин, я зависла, я себе заскринила вот этот комментарий, я понимаю, что это тема моих будущих постов, тема моих будущих эфиров, потому что меня от этого бомбит. Люди приходят, ко мне приходят на марафон, люди приходят ко мне на курс и люди впервые узнают, какие показатели нужно контролировать, какие инструменты нужно добавлять и это нормально, но ведь есть куча людей, которые никогда к этому не приходят и требуют результатов у своих менеджеров. И говорят, вот мое ради чего большего, вот здесь я со своим окружением, суки, это все вы виноваты, это все вы виноваты, потому что ты мне не рассказал, ты меня не поддержал, да, ты меня когда-то от чего-то остановил и так далее, а я туда все время смотрел вот это ради чего больше, ради вот этого, вот в этот домик в Польше. А ведь проблема не в этом, проблема в том, что ты не знал, на что равняться, ты уже на шаг впереди или ты все еще там, или тебя откатило нафиг назад. Ты даже не знаешь, почему равнять, ты вышел на шаг вперед, ради чего большего, да, ведь можно выручки, обороты делать и не зарабатывать. Ведь можно и зарабатывать, но неправильно вкладывать, неправильно реинвестировать, не туда вкладывать в свой бизнес, не так его развивать, не в те инструменты грузиться. И ты вышел на день, и все, и да, ты зарабатываешь, но ты не идешь туда, ты кружишься в одном месте, ты топчешься на месте, потому что ты не знаешь, по каким критериям тебе сверять. Ты на шаг впереди, или ты уже на шаг позади, или ты все еще болтаешься на месте. Сами не знают, где находятся, не знают, потому что не знают, как понять ты где. Так вот, чтобы понять ты где, нужно знать, что, почему, на что ориентироваться, да, и это не только показатель выручки, это еще показатель, я в мини-курсе про это рассказываю, сейчас еще расскажу, да. Какие инструменты вы используете, да, нужно замерять постоянную эффективность использования того же, допустим, таргета, потому что точно таргет может работать как по своей, так и по чужой аудитории. Это два разных таргета, да. Точно так же посты, нужно понимать, этот пост у тебя написан для своей аудитории или для новой аудитории. Если ты не про инстаграм, а ты офлайн-магазин, тебе нужно понимать, в твой магазин люди идут только те, кто один раз пришел, или те, кто один раз пришел, больше никогда не приходят. И с этим всем нужно работать. И именно про эти, их много показателей, да, трафик мимо, трафик в, трафик из в в покупку, трафик из покупки, вернее, не трафик, а процент из покупки в повторную покупку и так далее. И мы про все это говорим на моих программах, и я этому учу. И вот я сегодня, у меня сегодня сложился пазл. Я вчера хотела этот эфир провести, но я его про другое хотела провести. И сегодня на практическом занятии у меня сложился пазл. Я теперь понимаю, блин, что вот, он, возможно, еще будет складываться, да, но одна пазленька встала на свое место. Я теперь понимаю, что я, какое дело я делаю, я учу людей вести правильную, правильный учет данных и понимать, как влиять на эти данные и влиять ли для того, чтобы знать, ты на шаг ближе к домику в Польше и жопе в Порше или нет. И здесь я, блин, могу сказать про мою миссию. Я помогаю предпринимателям прийти вот сюда. И здесь у меня добавится еще больше жесткости и решимости. И вот здесь у меня добавится еще больше понимания, для кого в первую очередь я это делаю. И нравится кому-то, что я говорю, или не нравится кому-то, что я говорю, да. И нужно ли мне нравиться всем, или не нужно ли мне нравиться всем и двигаться или нет. И сейчас, то есть, я снова поняла, что я курс переделаю вообще по-другому. Я снова поняла, что марафон мне нужно усиливать, добавлять. Уже знаю, что усиливать, добавлять. И школу вот благодаря одному комментарию сегодня в школе менеджеров, одному комментарии в девушке, у меня, и я прям, я не знаю, как ей выразить свою благодарность, да, потому что дальше. Мои ученики следующие будут выражать мне благодарность. Это всего лишь из-за одного комментария. Аня ржет, Аня говорит, а, опять мы все переделываем, да, опять мы здесь, здесь все переделывать будем, Юля, остановись. Нет, мы все переделаем, потому что я буду делать упор на другое. И у нас, кто на марафон идет, да, кто думает, у нас снова поднимается цена. По промокоду Адуванчик, да, промокод Адуванчик вы можете купить дешевле. У нас сегодня ночью поднимается цена. Вы можете зайти по более низкому ценнику. Сегодня до 12 ночи. На курс пока, да, цена тоже со следующей недели растет, поэтому сейчас можно зайти дешево на курс по выгодной цене. Можно оформить кредит-рассрочку вариантов, там масса, у менеджеров надо спросить. И еще раз, и еще раз я возвращаюсь вот к этому домику в Польше или попе в Порше. Чтобы вот сюда прийти, нужно здесь, а, решить, решиться, решить, да, позволить себе выстроить вот этот маршрут. Как ты туда придешь, выстроить именно показатели, по каким критериям ты будешь оценивать, ты здесь или ты еще не здесь. Ты двигаешься сюда, или ты топчешься на месте, или ты куда-то там отваливаешься. И здесь дело не в том, что верь, и все тебе будет. Ты можешь верить, но ты даже не понимаешь, где ты, тебя откатывает, а ты веришь, 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 да. Это решимость прописать себе маршрут, выстроить, выстроить критерии, по которым ты будешь оценивать, ты ближе или не ближе. И если ты не ближе, то что нужно переделать, что конкретно изменить, куда, в какое направление долбить, а от чего отказаться, чтобы следующий шаг ты был еще выше и ближе к этому домику в Польше. И вот здесь забыть вот это вот добренький, жесткий, жестокий или добрый, да, забыть вообще про это, решить и делать. И каждый свой шаг касаемо работы оценивать, я вышел на шаг или я не вышел на шаг. И вот здесь для того, чтобы сюда прийти, нужно либо напрячься, либо напрячь кого-то. И вот особенно, когда речь идет про напрячь кого-то, нужно понимать, как тебе напрячь кого-то и как считать обратную связь, как понять, он напрягается правильно или он напрягается хрен знает ради чего и для чего. Потому что своему работнику или любому фрилансеру или любому удаленщику, надо сказать, мне нужен не просто сайт, а какой сайт, да, Аня сейчас поставит этот, этот ручку вверх. Нужно знать не просто мне надо много продаж, какую конкретно позицию продавать, потому что она наиболее высокомаржинальна, какой конкретно позиции мы готовы пожертвовать, если это есть, да, сколько в день, сколько в месяц, с какой наценкой, когда поднимать ценник, когда нам добавлять систему лояльности, когда не добавлять. Нам использовать таргет или нам достаточно работать, я не знаю, там, с наружной рекламой, нам нужно расширять каналы продаж или нам достаточно допилить этот канал продаж и так далее. Что еще я хотела сказать? Что еще я хотела сказать? А можно материться? Бля, Юля, самое лучшее, я сейчас поняла, почему я топчусь решить и сделать. Крутые слова, все в яблочко. Еще, спасибо тебе большое за этот комментарий. Еще, еще важно помнить, крайне важно помнить, о чем мы забываем. Знаете, нам везде говорят, нет, 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 для чего у меня рисовать, я у мамы в гостях, нет, для чего у меня рисовать, нет, ни маркеров, ни блокнотов. Делать и сделать, это разные вещи, вот про них нужно помнить, да, делать и сделать, это разные. Мы очень часто делаем что-то, мы делаем, мы делаем, мы делаем, мы делаем, и мы не можем оценить, да, сделал или не сделал, потому что мы задачу не ставим, сделать. А важно ставить задачу сделать, вот какой критерий, что я сделаю. И вот здесь про эту пошаговую, про пошагово выстроенную, выстроенный путь, вот речь про это, мне нужно сделать вот это, как я пойму, что я сделал, да. Я пойму, что я сделал, когда у меня, допустим, выручка будет такой-то, столько-то единиц будет продано при таких-то расходах за такой-то период, да, все, я сделал. Или когда у меня аккаунт будет столько-то подписчиков, если вам это нужно, да, посты такого-то качества, три разные аудитории будут покупать абсолютно три разных продукта из одного канала продаж, да, в месяц расход вот такой-то и прирост вот такой-то, да. А в следующем месяце я прирастаю по выручке на 30% и по аккаунту, там, допустим, еще на 2000 подписчиков. И вот тогда будет понятно, ты сделал это за следующий период или ты не сделал. И тогда, только тогда вы сможете проанализировать, я все это время чем занимался, да, и только тогда вы сможете достать таблицу, да, которую я даю на разделе маркетинг, достать таблицу и посмотреть, а я все инструменты включил или я включил только пассивные инструменты и сидел и ждал, когда люди придут и купят. И когда вы включаете только пассивные, а в основном все у меня на марафоне приходят к этому выводу, что, блин, я работал только с пассивными инструментами, и я ждал, когда ко мне пойдут люди покупать, они не идут, потому что я только пассив использовал, а нужно активные инструменты маркетинговые добавлять, да, И вот только тогда ты сможешь открыть эту таблицу и сказать, а нет, я вот это не сделал. А если я сделал все, значит так, отдел продаж, или ты к себе обращаешься, так, а как я продаю? Ага, я продаю очень круто, почему люди отваливаются? Так цена не в рынке. Да, вот только тогда мы можем анализировать. Очень крутой комментарий, сейчас я его еще раз перечитаю, еще было, и сделать. И ставить себе задачу не наделать, а на сделать. То есть, вот помните это выражение, да, делаю время, потихий час? Мы все про него забываем. Это очень важно, да, дедлайн, и как ты поймешь, что ты уже сделал. Потому что, если ты не сделал, ты должен проанализировать, почему я не сделал. А когда у тебя каждый день, ты у себя в ежедневнике или где-то там в трелло, да, ставишь, что в процессе, в процессе, в процессе, ты будешь, твой мозг будет тебя дурить, я делаю, я все делаю, я молодец. Что ты сделал? Как ты поймешь, что ты сделал? Причем касаемо абсолютно любых аспектов жизни. Вот, спасибо за этот комментарий, он очень-очень классный. Он прям, надо будет пересмотреть, я его себе заскриню. Так, у нас время заканчивается. Юля, а что думаете по поводу рассылок на почту с предложением о сотрудничестве? Смотря что это B2B, если это B2B, то ваши предложения, скорее всего, не читают, либо отправляют в папку спам, либо в B2B нужно сразу приходить, либо звонить, либо договариваться о разговоре. Предложение писать не нужно, нужно, вот знаете, сейчас вот эту фишку многие спамщики тоже усвоили, и они что нам пишут? Вам можно написать предложение о сотрудничестве, да? И мой сммщик пишет да. И они тут же бомбят, я такое-то агентство, я вам приведу не накрученных, вот это тоже не читают. Нужно говорить, нужно не шаблоны скидывать и не письма, а нужно сначала договориться, выявить потребность и скинуть именно то, что человеку нужно. Потому что, возможно, в этом вот письме спамном твоем есть что-то, что человеку нужно, но он из-за всего этого дерьма до того, что нужно, не дочитает, а он это купил бы. Если бы не было всего дерьма. У человека нужно выяснить, что ему нужно, и присылать только то, что ему нужно. Тогда это эффективно. Отправлять шаблоны неэффективно абсолютно. Все заспанены, заспамлены. Вот. Тело в работе, Юля, в точку. Дедлайн ставишь, эффективность. Подписываюсь под каждым словом, произделаюсь. Да. Если вы делаете, делаете результата ноль, то необходимо менять свои действия до тех пор, пока не появится. Нет, нет. Если вы делаете, делайте. Вот мы так все и делаем. Я качаю пресс, я качаю, я хожу в спортзал, я хожу в спортзал, я хожу... Вот когда ты себе ставишь цель, минус сантиметр там в талии, в пятницу следующим утром, вот тогда ты идешь к этому минус сантиметру в талии, в пятницу следующим утром. Понимаешь? Когда ты просто качаешь пресс, когда ты просто худеешь, то ты просто худеешь. Но когда ты себе ставишь вот этот дедлайн, правильно, да, и конкретно прописанную цель, да, критерий, по которому ты определил, ты сделала или ты еще не сделала, И только тогда ты в пятницу следующим утром берешь ленту и смотришь, сука, плюс 2, да, или минус 2, и ты говоришь, оу, минус 2, это потому что раз, два, три, значит, мне нужно повторить еще одну неделю, ну, понятно, что там все про здоровье, сейчас не про это, мне следующую неделю нужно повторить, потому что у меня был не только прогресс, да, а еще и увеличенный прогресс, значит, я, мне надо повторить. А если плюс 2, значит, отказаться от чего-то, да, если нет прогресса, надо отказаться от сплетен с подружками, если мы не достигли выручки там или роста, да, нужно отказаться от просматривания в ютубе всяких роликов непонятных, нужно отказаться от сна излишнего, да, ну, потому что все мы высыпаемся за 7 часов, ну, не любой, у каждого своя вот это вот среднее время, когда можно выспаться, когда у тебя есть цель, то ты и не спишь, ну, не не спишь, а ты можешь спать, восстанавливаешься гораздо быстрее. Да, Юля, я кайфую от вас, спасибо. Продолжать повторять действия, от которых нет выхлопа, это глупо. Ну, не все видят, вот этот выхлоп есть или нет. Не все видят выхлоп, нету у людей критериев, как доказать. Дело про бизнес, когда вы просто теоретизируете, кажется, что это просто или глупо, но когда речь про бизнес, ты не всегда знаешь, ты достиг или ты не достиг, ты же пишешь по словам. Просто ты, ты же стараешься, результата нет, а вот результат вот этот нужно замерять. Здесь про другое, потому что в теории все легко, на практике все немножко по-другому. Еще раз напоминаю про промокод 7, какая я расскажу. Еще раз напоминаю про промокод одуванчик на марафон. Действует до сегодняшней ночи. Все, у меня закончился эфир, и завтра я проведу еще один эфир в 10 утра, как обещала. Все, пока, спасибо. Я зарядилась от вас. Как тут выйти? Ну, что ж такое. У меня... Субтитры сделал DimaTorzok